Добрый день, мои хорошие! Сегодня у меня блинный тортик. Я разбила 5 яиц, приготовила 600 миллиграмм молочка, сахар 60 грамм, 40 грамм масла растительного, мука и ванилька и соль пол чайной ложечки. Вот это все, что понадобится для блинного тортика с клубничкой. Так, я забыла сказать, что муки надо 200 грамм, а клубнички ну пол килограмма понадобится. Взбиваю яйца, слегка так их взбиваем, чтобы они все соединились. И теперь сюда сахар и опять взбиваем все это, перемешиваем. Соль, пол чайной ложечки добавляем. И сейчас вливаю пол порции молока. Итак, я сейчас все перемешиваю и буду добавлять поэтапно три приема муку, чтобы она хорошо-хорошо здесь вся растворилась в этой смеси. Конечно же добавлю немножечко ванилина я вам показывала и потом еще добавлю следующую половину от молока. Было 600 миллиграмм, добавили 300 и еще добавим 300. Так, не забудем теперь еще влить 40 миллиграмм растительного масла, перед тем как добавлять уже оставшееся молоко. Главная наша задача хорошо-хорошо перемешать это блинное тесто. Блинную эту смесь для будущего тортика, чтобы не было никаких комочков. Вот я сейчас волью оставшееся молочко, перемешаю еще раз и дам настояться. Ну а теперь жарим блинчики. Вот такие они румяные, красивые получаются и очень вкусные между прочим. Добавляем еще раз. Чтобы блинчики не подгорали, нужно почаще смазывать сковороду, тогда они будут более светленькие. Блинчики я пережарила, теперь беру вот так вот сметану, когда я вам не сказала, понадобится еще стаканчик сметаны грамм 300. Сметанку берите любую, даже домашнюю можно, это будет еще вкуснее. Немного я порубила клубничку, чуть-чуть ее примяла, чтобы она пустила сок. И теперь сметанку я смешаю с клубничкой, но предварительно я добавлю сюда 3 столовые ложки сахара. Но кто любит послаще, можно еще добавить ложечку другую. Ну вот 3 ложки этого достаточно. Клубничка сладкая и будет очень вкусно. можно клубнику всю, как говорится, измельчить, но когда попадаются кусочки клубники в этих блинчиках, это совсем другой вкус. Вот я беру клубничку, которая уже сок отдала свой и стараюсь ее положить без сока сюда, вот чтобы смешать ее со сметанкой. Вот эту вкусняшечку, вот так перемешиваю и буду смазывать каждый блинчик. Берите ту высоту тортика, которую вы хотите, вот можно половину от этой массы смазать, можно все блинчики смазать, как хотите, но это очень вкусно. И еще, главное, когда соберете этот тортик, поставьте его в холодильник, пусть он постоит пол часика, тогда он будет так резаться, прям бесподобно. Ну я не выдерживаю всегда и режу сразу. Значит вот так кладу блинчик и сразу начинаю смазывать вот этой вкусной смесью, сметанно-клубничной с сахарком. Я сейчас смазываю, а у меня уже текут слюнки. вот которые крупные клубнички попадаются, их можно прямо здесь на блинчике взять и разрезать. и Pokémon в этой краске. сейчас посмотрите налогическую Time-to-Coчок. Блинчики я все промазала. И теперь наверх я положу клубничку, которая у меня осталась. В середину покрупнее ягодки, а на края более мелкие. Вот такую красоту мы будем кушать сейчас. Это очень вкусно, уверяю вас. Ну пусть, пожалуйста, побудет в холодильнике у вас этот тортик. Минут 20-30. Вот он сразу схватывается и такой вот получается режется как по маслу. Очень вкусно будет вам. Попробуйте, сделайте. Не пожалеете. На этом этапе я закругляюсь. Сейчас отрежу себе кусочек и сразу буду кушать. Потому что невозможно вытерпеть эти 20 минут. Просто хочу сейчас. И все. Всего вам доброго, мои дорогие. Не забывайте подписываться на мой канал Family Vlog Pchelka.TV. Комментируйте. Мне всегда очень приятны ваши комментарии. Итак, беру нож и отрезаю. Посмотрите, какая красота! Посмотрите, какая красота! Ребята, сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Это действительно божественно вкусно. Просто и вкусно. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok